всем привет вы на канале дома как дома и сегодня я для вас приготовила настоящую рыбную бомбу но посмотрите на эту красоту несмотря на то что это обыкновенная мелкая рыбешка типа анчоуса или тюльки но гляньте как она просто великолепно столько рыбной мякоти внутри у нас еще будет начинка в общем я вам просто рекомендую поделиться этим видео со своими друзьями и в ближайшее время приготовить вот такой просто царский ужин для приготовления нам понадобится всего лишь обычная комса у меня она кстати было такого среднего размера даже можно сказать больше к мелкому предварительно ее нужно будет обработать то есть удалив головы нам еще нужно будет удалить хребет мы просто как бы гладим ее по животику поддеваем косточку и она с легкостью у нас удаляется вместе с хвостом вот посмотрите еще раз погладили животик взяли косточку и раз хвостика нет тоже таким образом мы подготовили всю рыбешку и теперь перейдем к приготовлению начинки я этот рецепт подсмотрела у одного блогера и он предлагал немного другой вид начинки там у него была петрушка нарезанная мелко и также зеленый лук я решила не применять эту идею потому что мне кажется что все таки лук не успеет проготовиться и будет вот вот хруст который мне не хотелось бы чувствовать в своей рыбе поэтому я заменила эту начинку на шпинат в холодильнике у меня завалялась они еще с лета небольшое количество шпината я его просто обжариваю выпариваю лишнюю жидкость также я его солю добавляю красный перец и в конце уже поливаю соком лимона и все в принципе наша подготовка готова осталось только сформировать непосредственно такие рыбные цветочки в этом нам помогут крышечки для консервации и также я всегда использую именно панировочные сухари кто-то использует муку кто-то использует кукурузную муку но мне на вкус больше всего нравятся сухари получается и вид аппетитней и корочка более хрустящая и так каждую филешечку мы с вами с одной стороны обволакиваем сухарями и вот так вот выкладываем на крышечку в виде цветка как вы видите делается совсем не сложно вот так просто с одной стороны обмакиваем и укладываем красиво в крышку для чего мы это делаем для того чтобы нам было удобней сохранять форму класть начинку ну и затем заворачивать небольшое количество шпината я выкладываю на середину рыбного цветка и теперь вот так вот нехитро заворачиваем края во внутрь из-за того что мы покрыли сухарями только одну сторону рыбы этот цветок хорошо склеивается между собой и отлично держит форму таким образом продолжаем складывать все филешечки и в итоге у нас получится 9 таких цветочков вполне достаточно для ужина из трех человек потому что получается реально много мяса заметьте очень сочного с начинкой конечно же внешний вид уже даже сейчас впечатляет ну а если кто-то скажет что стоит ли заморачиваться я вам отвечу так конечно же стоит потому что собрать вот такие красивые композиции из этой рыбки намного проще чем ее даже просто пережарить я думаю что спокойно такое блюдо можно подать даже на праздничный стол в качестве гарнира можно подавать картофель рис как у меня сегодня например будет булгур с овощами я думаю что даже если вы просто нарежете какой-нибудь свежий салат из овощей этого будет достаточно тем временем уже сформировали все наши цветочки и отправляем их обжариваться в разогретом растительном масле этот рецепт поможет вам сэкономить кучу времени потому что вот столько много рыбы можно пожарить прям на одной сковороде но мне кажется это просто отлично обжариваем рыбу с двух сторон делается это довольно таки быстро главное чтобы у вас была сковорода нагрета до высокой температуры а потом делайте огонь среднем готовые цветочки мы уже можем переворачивать и также подождет пока не обжарится с другой стороны если вы сейчас сделаете мне замечание что у меня на сковороде мало растительного масла да я с вами соглашусь потому что вот именно на этом блюде мое растительное масло закончилось но меня уже было не остановить и мне кажется что у нас все получилось блюдо получается очень недорогим по себестоимости очень с небольшими трудозатратами а на выходе вот такое красиво и эффектно и тут же я хотела бы сказать большое спасибо youtube в котором присутствуют такие талантливые блогеры которые продолжают нас вдохновлять дарить нам новые идеи в общем большое спасибо я также благодарю вас за просмотр что вы просмотрели мое видео не забудьте им поделиться поставить лайк пишите комментарии не стесняйтесь всегда очень что от вас отзывов